доброе утро уважаемые друзья подписчики друзья сегодня 11 февраля вчера я снимал в Ейске и вот сразу же сейчас перенеслись сюда и надо сказать что я уже тогда вчера говорил что стоит очень погода неприятная то есть в феврале как оказывается бывают дни когда наиболее холодно в этом регионе то есть именно февраль такой злючий месяц поэтому все в изморозе минусовая температура сегодня где-то минус 12 15 наверное так ну плюс ветерочек такой вот что касается теперь тех вопросов которые мне задавали я сейчас кратко сразу расскажу потому что отписывать по ютубу там на ответы долго а так лучше рассказать смотрите что касается вот песка мне написали вот что песок можно брать ракушечные посыпать вот этот грязь которая здесь имеется я вот уже два раза колю колеса пришлось раскатиться как говорится мы накололи черепицы а черепица застыла и вот такими острыми гранями колесо мне проколола поэтому когда была грязь она вся в землю вошла и где-то так ножом высовывать поэтому я да уже два раза корол колол колеса и связи с этим мне сказали надо посыпать песочком вот этим вот прибрежным ракушечным но раньше можно было брать его сколько угодно а теперь за это штраф то есть вот идет огромная полоса по морю вдоль моря 9 там километров протяженность огромное количество ракушечного песка но собирать его в мешки в прицепы никуда нельзя это карается штрафом можно брать песок только в тех местах когда бывает около есть к из должанка бывает роет карьеры или углубления какие-то в таких случаях можно подъезжать и любому насыпят песка так было вот именно ракушечного а так типа нарушение экологию нарушаешь и поэтому песок вот это ракушечный брать нельзя я с удовольствием бы съездил бы набрал бы его но к сожалению вот что касается песка далее вот еще что этот песок иногда применяется в строительстве я слышал о такой версии строительства как без фундамента как такового который зарывается в землю то есть земля выгребается до глины это может быть даже метра полтора и вся весь этот окопчик засыпается вот этим песком и на этот песок сразу же ложат опалубку с небольшим подтоплением землю из бетона и каркаса то есть делаю такую арматурную связку но на вот такой слой песка песок если он на глину положим дальше уже не уйдет а если просто яму засыпать песком то он песок будет потихоньку уходить в яму то есть землю будет всасываться всасываться сколько бы его не ложили он все равно будет уходить как и черепица собственно говоря вот мы накололи кучу черепицы мы же как хотели черепицы наколоть а потом когда были бы средства залить это сделать маленькую такую опалубку залить бетоном чтобы была такая ровная площадка но вот сколько я не кидал сюда черепицы при каждом оттаивание земля поглощает эту черепицу себя и она уходит 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 вот поэтому раньше даже был метод строительства песком опять же этим засыпали до глины потом строили фундаменты такие здания наши высокие здания там каких-то котельных или какого-то гаража стоят без проблем уже свыше 50 лет но естественно расписок сейчас такой стал нельзя его брать то соответственно и выводы отсюда что строить с помощью него там использовать его никак нельзя надо все покупать теперь один из подписчиков задал мне вопрос про шиловку которая находится рядом с есенской да кстати ударение есенская да я уже говорил об этом это прям спрашиваю тех людей которые прям родились здесь они до хрен его знает а чё так но так вот шо ясенка и все тут короче кто ясен как той но прецензий особых нет но называет есенка так вот шиловка это хутор который находится буквально где-то в четырех километрах в трех с половиной от есенки по дороге туда вдаль уезжают мы и уезжаем так люди проезжают вот так всего мимо нашу станицу и туда в шиловку она находится на самом берегу моря и конечно это здорово то есть ты вышел из своего дома прошелся метров 200 300 максимум и ты уже на берегу обрывистого берега в море то есть там нету есть там сход один но в основном берег везде обрывистый но тут вот какое дело если я так боялся за то что у меня дети ходят школу как же мы будем добираться до школы весенку потому что шиловки школы нет то касается ездит автобус который довозит их до школы то есть проблем с этим не возникает даже лучше наоборот но проблема есть другом жить около моря это все-таки иметь более сильный ветер это раз во вторых там берег осыпается и говорили как я в первых сериях говорил о том что там стояла школа где-то уже там где сейчас находится море то есть берег постоянно осыпается осыпается есть некоторые дома которые продают как бы и говорят вот около моря но может такое случится что этого дома скоро не будет то есть там берег реально подрывает это побережье поэтому если жить на шиловке то наверное начале где-то шиловки то что никто берега укреплением заниматься не будет вот в чем проблема а так село хорошее хутор хутор правильно конечно хутор шиловка на море небольшое меньше и стенки но опять же магазины все едут весенку за какими-то продуктами которые можно прямо здесь вот недалеко сходить купить вот что касается шиловки мы когда будем может быть и я буду ехать завтра и обязательно попробую снять его непосредственно заехать в село и потом вернуться и снять показать еще раз тут еще вот какое но это лично мое я просто делюсь мнением по поводу нашей как бы небогатости для того чтобы люди другие которые приедут у которых нет денег которые вырвались с дальневосточного края как вот мы вырвались на последние копейки как говорится если бы мы сейчас этого не сделали то бы мы бы просто не смогли финансово выехать оттуда тут вот какое дело допустим вот у меня были налоги по транспортному налогу там натекла пеня я знал об этом я знал что надо будет заплатить ну вот допустим вчера я уже подготовил оплату кредита у меня есть кредиты и перекинул их на карточку и приставы все отобрали нафиг до последней копейки пришлось с какими-то невероятными трудами возобновлять эту сумму там этих жалких 4000 чтобы отослать чтобы заплатить кредит кредит иначе пеня кредита она просто сожрет тебя вместе с костями ну осталось их платить мне немного так как они были взяты еще тогда когда мы жили на дальнем востоке для обустройства дома поэтому вот такая песня мало того что по поводу почему я про эту тему начал говорить то что мне немного даже как бы мне показалось урезали мою зарплату и даже не показалось это так она и есть это вот политика такая вот но я не как говорится не отчаиваясь на этот случай все равно у нас будет интерес допустим отработать не имея доход с одной работой а будет устройство работы устроена устройство работы таким образом будет обустроена чтобы огород куры гуси которые у нас обязательно будут это я сто процентов говорю будут как бы помогать нам в этом в питании в доходе дополнительном допустим от куриных яиц которые здесь домашние крайне востребованы когда мы жили на дальнем востоке мы тоже имели кур их было содержать крайне тоже сложно так как там зима и поэтому курятник должен всегда отапливаться не просто быть куря быть курятником обычным таким теплым а отапливаться отапливаться ну как не печку же им там разжигать с дровами бегать а именно электричеством поэтому уходило колоссальное количество денег здесь с этим попроще да сейчас допустим мерзлая погода и курам тоже будет холодно но до минус 10 они по крайней мере будут живы вот поэтому тут только курятник выстроить им и если уж иметь яйцо то надо немного будет а подогревать от курятник тут есть газ конце концов можно что-то придумать то есть здесь мы займемся тем же то есть куры с яйцом для нас не на вид не новинка поэтому мы всегда их содержали и то яйцо которое было на дальнем востоке я привозил людям и они с удовольствием покупали яйцо было шикарно кучинская порода курей у нас было и брама вот здесь мы собираемся заниматься тем же самым крайнем случае вот моя жена дети будут помогать именно по хозяйству здесь в огороде это будут и фрукты и овощи и куры и все такое прочее потому что не секрет что большинство денег уходит именно на питание у всех абсолютно даже у олигарх просто питание всех разное вот ну и связи с этим будет еще один доход тут есть кое-какие наметки то есть я не собираюсь там работать на одной работе и попытаться выжить с помощью одной зарплаты и еще люди говорят самый лучший способ на кубани жить более-менее чтобы иметь деньги это работать сам на себя поэтому об этом тоже мысли есть и даже в песенном творчестве тоже конце концов конкурентов тут тоже хватает но допустим мне написал один прекрасно то что мне говорили раньше подписчик что на берегу черном море есть много очень много кафешек ресторанов но и тому подобное где много требуется те кто поет живую но видите конкуренция во первых это здесь немаловажная штука говорится брат брат сват сват я конечно понимаю что тот кто поет лучше тот и побеждает там допустим да ну главное чтобы это было востребовано есть такая у меня мечта попробовать съездить на побережье ну это надо видите как съездить нельзя же просто приехать и заявить давайте я вам спою туда я буду петь и получать за это деньги это надо чтобы имя было так как на дальнем востоке я более менее меня в городе знали благовещенскими что есть такой певец он исполняет такие-то песни а здесь приходится заново ознакомить свою персону с жителями ельского района поэтому кое-какие вещи достигнуты уже есть телевидение уже показала мою рожу вот поэтому я надеюсь что дальше я буду здесь выступать и людям будет это очень нравится конце концов я работаю для зрителя это мое первое правило вот и стараясь все делать именно так чтобы зрителю слушателю нравилось все это дело чтобы наши старые песни не забывались это очень важно для меня они тоже как свет в окне вот поэтому я хочу может быть найти какой-нибудь действительно интересный вариант где будет востребована ретро песни на берегу черного моря вечерний период это будет шикарно я сам даже представляю эту ситуацию это будет очень хорошо но для этого надо чтобы кто-то знал о том что есть такая возможность что есть такой певец что который будет востребован в этом отношении не сидеть конечно на месте вот и нот там доход хороший можно даже и поработать сезон как говорится и заработать деньги на то чтобы хоть как-то свести концы конца с концами там зимой ну и имея еще второстепенно работу вот такие вот планы у меня как они сбудутся не сбудутся не знаю может какими-то погрешностями но однозначно что пока я пою я буду петь всегда то есть там это не хобби мое это моя жизнь я всегда себя помню сколько лет помню сколько пою с пяти лет профессионально лет 15 уже вот ну а конкретно профессиональная уже лет 7 то есть после обучения академ бокалу благовещенский спасибо моему педагогу в не не петровне губенюк я уже несколько раз говорил об этом что она наставила на путь истинный вот поэтому заработная плата будет исходить не с одного источника а с нескольких тогда жить будет намного легче сейчас по крайней мере данный момент у нас не фонтан сегодня я решил поехать так как у нас зерно заказ заканчивается пшеница я решил поехать в новоминскую так и купить там мешок пшеницы на оливаторе там говорят очень хорошая пшеница эту версию надо обязательно проверить именно сегодня потому что наконец-то у меня суббота воскресенье выходные дни настоящие вот а потом нам надо обязательно съездить в ельск и у нашей ксюшки совсем нет там обуви нормальную поэтому там мы приглядели кое-какую надо будет ее купить что потом скоро пойдет сырость такая опять пойдет грязь по земле и по лужам и сопривенок не проскружался надо конечно обувь припрести вот ну и какие кое-какие там фильтра парочку купить еще заменить потому что фильтр 5 микронный забивается моментально еще что тут мне как когда я довожу людей до города на работу часто слышу различные проблемы которые у них которые уже давно решены и они знают как с этим поступать я вооружаясь этими знаниями вот допустим еду и они говорят лучшие помидоры это ля-ля-фа там пуза-то-хата я уже этими семенами немножко купил их чтобы у нас были вот именно то что здесь растет благоприятно и нет проблем или говорят на собрании здесь было собрание что воду будут нам подключать все-таки решать проблему с водой либо к ленинградке но это маловероятно либо строить новую скважину потому что наша вода оказывается по на собрании так сказали не только не соответствует госту она еще и вредна для здоровья вот такую воду к сожалению нам пускают по сети но говорит одна из местных жителей что эти собрания были всегда они проходили каждый год и это болтовня на месте стоит всегда то есть не поболтает и опять закончит то есть может ничего не произойти никакого строительства новой скважины не будет вот поэтому то что я предполагал что скважина будет у нас собственная хоть какая-то это скорее всего так она вот что касается автобуса до сих пор он стоит я на нем проехал тут зимний период когда проколол колесо здесь почувствовал себя пять человеком конечно японская техника дает немалый комфорт при вождении поэтому что там говорить но звонки пока отсутствует у людей мало денег у всех кризис я надеюсь что все равно сейчас весной за это начну звонить опять запроса и только мошенники звонят один тут звонил с акцентом как всегда доводит до того состояния когда он предлагает мне дать залог я сразу понимаю о чем идет речь поэтому тоже будьте осторожны с этими мошенниками они пытаются узнать и дистанционно карточку сбербанка вашу перехватить на себя с помощью телефона номера телефона они регистрируют на себя карточку на свой номер телефона вашу когда вы сообщаете им пин-код по недоразумению и пытается снять с нее деньги то есть в этот момент карточка вам будет недоступна и вы можете лишиться того что там есть но у меня там ничего нет поэтому не бояться нечего но все равно неприятно поэтому когда вам звонят и предлагает залог за какую-то покупку там от у вас что-то хотят купить и предлагать залог будьте осторожны когда он попросит след за залогом пин-код который придет к вам якобы перевести деньги с другого региона надо вести это все развод вот но сейчас я перед поездкой попробую еще раз мне посоветовали акацию не трогать их на столбы пустить я так и делаю но кривые акации я буду спиливать вот поэтому сейчас и займусь обязательно опять дровами так как у нас все закончилось а впереди у нас еще неделя и причем в минусовом варианте то есть будет весьма холодно и в дом утром холодно поэтому я в этом лесу кое-что пущу на дрова кривые такие акации вот стоит трехлистник она как столб никуда не нужна но буду сейчас ее подпиливать и плюс вот тут есть старые вывораченные такие гнелушки которые тоже сегодня пойдут на дрова все что здесь есть ну пока все как только поедем что-то будет интересно я обязательно сниму вам пока итак мы едем за пшеницей в сторону Новоминской по трассе солнышко выглянуло снежок немножко порошило с утра ну может быть даже и где-то минус 3 и даже до нуля дайте температура так будем там там говорят самая лучшая пшеница нам надо было давно туда уже на разведку съездить вот мы поехали что-то станица Новоминская мы сейчас подъедем к элеватору на котором говорят самая лучшая пшеница для хлеба вот вдалеке показалось большое здание вот это вот элеватор все вот это вот чебурики мы купили по 50 рублей каждые вот такие большие здесь сразу вот на где мы взяли на элеваторе пшеницу мы взяли чебурики вот 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 отвезли домой пшеницу взяли малую едем чтобы посмотреть ей обувь теплую недорогую чтобы не промокала самое главное едем в Йейск там есть такой магазин 50 все по 50 но это сверху а снизу там есть такой магазинчик и в нем есть обувь которая нам нужна посмотрим в общем на рынке делать нечего потому что цены очень большие кусучие мы были на армавирском рынке вот ну а на центральной мы приехали только единственное так зайти сберкассу переписать номер телефона на карточке и купить стельки для одесской обуви обувь мы купили 50 на 50 ну пенопленовый такой который вот не протекает дождь не страшен вот мы сейчас в центре города ты можешь сам купить доску такую состряпать посмотреть как он делается и все элементарно в общем вот короче собачьи будки мы тут обнаружили ну это на будущее конечно мы можем состругать это все сами но надо доску вот мы думаем 8200 это что куб? да это скорее всего куб это много это очень много ну ладно там разберемся после Ейска мы решили вот наша Есенка не заезжать сразу домой а поехать на море чтобы показать зимний пейзаж морского побережья так что едем на море по дороге по дороге на Есенскую переправу сады весной здесь будет очень красиво здесь вот работают люди потом по сбору урожая получают довольно приличные деньги но надо вкалывать с 8 до вечера особенно когда снимается урожай что говоришь? а там виноградники Наверное, вон там виноградники вдалеке Вот дальше село Шиловка Вот то село, о котором я сегодня говорил Шиловка, оно небольшое хутор Мы заворачиваем в сторону моря Там тоже море, но там обрывистый берег Вот, кстати, интересно, что этот магазин находится здесь Продаются удочки, грузило, наживка Молодцы, правильно сделали, летом это хорошее И вот оно Ясенский залив Здесь еще не море Это только заливы Здесь должна начаться где-то грунтовая дорога Ну, в принципе Не имеет смысла ехать прям так далеко Немножко мы проедем все-таки Показать Здесь дорога, как вот когда было наводнение Она разрушилась Когда там долюная волка Здесь такая И вот ее отсыпали Вот так до сих пор не заасфальтировали Вот эту часть Здесь был асфальт Ну, мы дальше ехать, в общем-то, не будем, наверное Нам на ту косу не попасть Вот я на море На застывшем море Вот эти камни кидали с грузовиков Чтобы сделать береговое укрепление Вот он, зимний пейзаж Азовского моря На лед, конечно, выходить я не буду Потому что хрен его знает Какая там толщина льда Ну, вообще морозы стояли Должно все замерзнуть Ну, вот так вот выглядит Прибрежная зона в феврале Да ладно, вниз-то не надо спускаться Давай, Руба Вот не умеет она по камням ходить Ну да Умею Видишь, какой берег Ходи по камням Вот, видишь, берег какой Ледовый Здесь ветра нет Крепко, но туда выходить не стоит Там вот эти вот могут быть воздушные пузыри И может подломиться Хотя, в принципе, видно, что лед хорошо здесь крепкий Но в любом случае А это когда сбрасывали Здесь он просто, получается, нагнетался Здесь, конечно, мелко Тут не утонешь Однозначно Просто неохота, как говорится, испытывать Судьбу Посмотрели мы море Здесь вот, когда выходишь С той стороны сразу ветерок такой Прохладный Где-то минус 7 градусов Чаёчек горячий Ладно, поедем домой Дома дел куча Да? Кот Вот мы и дома И я вскрыл только что пшеницу Мужчина говорил там, что Говорит, не переживай Здесь очень хорошая пшеница Вот я смотрю, зерно здесь просто классное И практически нету мусора Как вот в этой Видите, какая у нас здесь пшеница Здесь очень сколько овса много Она прям смешана с носом Если сейчас взять её вот так вот Очень много овса И, кстати, очень много пыли Вот я взял И пыль А вот здесь вот Пшеница чистая И пыли нет Овес, конечно, встречается Спору нет Но не в таком количестве А зерно большое тоже Ладно Попробовал теперь с элеватора Как будет Хлебушек Да, котик? Ну пока всё До завтра Да? Мяу, скажи Мяу Машинный король Вот такой у меня заточной станок для цепи И это хочу штилевскую цепочку Сейчас Заточить Здесь ставится градус Заточки Как ни странно Здесь стоит почему-то 15 градусов Ну что ж Такая вот цепь Вот 25 градусов Я включаю И Следующая Чтобы были хорошо видны Следующая ЗВОНОК 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 Ну всё Цепь заточена От определенных градусов 25 градусов Зуб передний Убран Чтобы стружка шла ровно Сейчас попробуем В деле Конечно Это дерево я буду Сейчас попилю Попробую А завтра будут Основные пропилы Леса Но Мне просто захотелось Попробовать заточку Поэтому Так Это просто холодно Сейчас Попробую Попробую Ну, в общем-то, хорошо все пилит. Намного быстрее. Так что завтра я займусь этими остаточными. А эти у нас еще пойдут до конца февраля. Вот надо что-то еще напилить. Там есть еще стволы поваленные. Как-нибудь перебьемся. Ну, все. Если завтра будет возможность, обязательно сниму.